На еженедельном совещании также стало известно, у кого Ненинский округ возьмет в долг. Это произойдет впервые за многие годы. Напомню, на займ регион подтолкнул дефицит бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента финансов, экономики и имущества Владимир Бланк. Какую сумму намерен взять округ у кредиторов, расскажет Ирина Цепетова. Кредиторы определил электронный аукцион. В нем приняли участие четыре банка. Право предоставить Ненинскому округу займ досталось ВТБ, одному из крупнейших банков России. В течение 10 дней он перечислит региону первые 500 миллионов рублей из запланированных на этот год 2 миллиардов. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета. Вчера округ поставил свой образный рекорд. Самый низкий остаток денег на счете за последние 15 лет. 148 миллионов рублей. Представители банка, но уже другого, ждут в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. В четверг в округ прибывает представитель Госбанка. И совместно с Департаментом финансов, экономики и имущества мы проведем встречу по определению людей по взаимодействию с Российской Банком, по возможности привлечения кредитных ресурсов для развития нашего агрокомышленного комплекса. По графику без сбоев в регионе продолжается Северный завоз. Твердое топливо скоро будет в Оме. В начале августа горючее отправится в Усть-Кару и в Каратайку. В Андиге 20 июля открылось окно МФЦ. К своим обязанностям уже приступил инженер-инспектор. Теперь вопросы по замене и оформлению паспорта, земельных участков, разрешении на строительство и другие не менее важные вопросы будут решаться гораздо быстрее. Людям удобно, потому что не надо ездить в город, ходить по всем инстанциям, по всем учреждениям, собирать все документы. А тут пришел, все сдал, все документы, какие надо, оформили, отправили и тут же могут отправить сюда уже готовые. Глава Колугуевского сельсовета также поделилась хорошей новостью. Специалисты ООО «Транзитстрой» приступили к реконструкции здания поселковой администрации. К сентябрю сюда должны заехать начальная школа, детский сад и дом культуры. Даня и детская сада признали аварийным. Школа непригодна этой эксплуатации. Сейчас администрация переселилась в Даня и школа. Также на планерке стало известно о приезде гостей. В округ с визитами собираются наши соседи. В начале августа столицу региона планируют посетить временно исполняющие обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. Также ожидается приезд делегации Республики Коми во главе с Вячеславом Гайзером. В рамках встречи будет подписан новый протокол к соглашению о сотрудничестве. Он включает основные шаги по ключевым направлениям. Ведь наши регионы связывают не только общая Тиманопечорская нефтегазоносная провинция и река Печора, но и серьезные экономические отношения. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал Север.